Чёрный внедорожник проезжает по двору и почти сразу паркуется. Из салона выходит мужчина, открывает капот и внимательно осматривает автомобиль. Со стороны ничего странного, только на самом деле этот человек едет на машине впервые. Иномарку он только что угнал со стоянки. За внедорожником мужчина шёл целенаправленно. Этот автомобиль он присмотрел за несколько дней до угона. Выяснил, когда хозяин иномарки приезжает домой, насколько оставляет машину. А когда понял, что времени на взлом и угон ему хватит, собрался на дело. Вместе с арсеналом спецсредств. Делал всё чётко. Не боялся ни внезапного прихода владельца, ни случайных свидетелей. Не смущали его и камеры видеонаблюдения. И всё получилось. Пропажу хозяин заметил лишь к вечеру. Были взломаны все стоявшие сигнализации на автомобиле. Также механические замки коробки. Обошли штатный иммобилайзер. И автомобиль уехал своим ходом, не имея внешних никаких повреждений. Ни замков, ни личинок. Потерпевший сразу обратился в полицию. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Дмитровском шоссе. Им оказался безработный ранее судимый житель столицы. Установлено, что злоумышленник с помощью специальных средств открыл машину, завёл её и уехал. В отделе полиции злоумышленник рассказал, он давно увлекается автомобилями, знает о них всё. Раньше, признался, даже сам охранял автостоянку. И однажды не удержался, угнал оттуда машину. За что попал за решётку. Но теперь, клянётся, с чужими ласточками больше ни-ни. Автомобиль вы не угоняли? Нет. И навыками не обладаете никакими? Да нет, уже, конечно, нет. Сколько уж времени прошло. И ещё пройдёт. Только снова в тюрьме. Там задержанные рискуют провести ближайшие два года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сколько всего автомобилей удалось похитить мужчине, сейчас выясняется. А угнанный внедорожник уже вернули владельцу. Елена Бабаева, Петровка, 38.